Здравствуйте, это канал Страна для Жизни и очередная порция сливов телефонных разговоров сотрудников МВД, которую нам предоставили киберпартизаны. В сегодняшнем выпуске у вас есть уникальная возможность узнать, за что и как был задержан блогер Владимир Цыганович, он же Мазгон. Аудио будет длинным, но весьма интересным. Слушается как аудиокнига, как кино без видеоряда. Ладно, много говорить не буду, слушайте сами. Да, точно. А сколько у нас по Мазгону не исполненного? 30? Ну да, два постановления. Два постановления и оба городские, да? Да. Ага. Хорошо, его сейчас СП, да? Нет, не заинтересовала. Вот твое ГАИ остановило его. Так. Тебе докладывали? Нет. Ну ничего страшного, как обычно в МИД. Как обычно, блядь. Если что, я сам тебе докладывать буду. За управление транспортным средством без права управления. Так. Сейчас он документируется пока по этому факту. А я тебе, будь на телефоне, подскажу, будем или нет, будем или нет по аресту работать. Я понял, хорошо. А где хочется на Иле? Возле форума Ратомка. Ратомка возле форума. В Ратомке, возле форума. Все понял, хорошо. Угу. Хорошо. С кем связи там? Да, ты шпакули. Сергей, сейчас его везут вместе с машиной в Заславлено штрафстоянку. Есть. Вот прям сейчас туда направляй людей, прям со штрафстоянки забирайте и на ИВС на сутки. Все принял, хорошо. Да, вы, вы, вы... Одно постановление, два. Одно постановление, два. Определяются. Давай пока одно, потом... Все понял, хорошо. И, ну, посмотри, все, 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 что при нем, особенно аппаратура, телефоны, это все должно остаться при нем. Не в машине, а при нем. Там ключи от машины, тыры-пыры, телефоны. Все при нем, на ИВС, и потом все это у него, естественно, изимите. Бля, если он захочет оставить это все в машине. Что? Аппаратура, телефоны. Блядь, подожди, подожди, подожди. Либо его туда лучше загнать сразу в отдел милиции. Они об этом не знают, наверное. Я говорю, джина, наверное, вряд ли знает, что может забрать. Но с нами нет, предлагаю. Будет на связи. Алло. Будет на связи, говорю. Ну, на связи. Сергей, перезвоню. Алло. Николай Васильевич. Да. Здравиться желаю вам. Здравия. Что меня Дмитрий такой беспокоит. Да, слушаю. Как вы живы-здоровы? Спасибо. Васильевич, у меня такой вопросик. Вчера мозгона там принимали? Он у вас где-то? В Минске РУВД и ИВС. В Минске РУВД и ИВС. Ну, так, для информации, чтобы вот здесь. Как вы сами вообще? Отлично, спасибо. Как сам? Да, с отпуска вышел сразу в этот момент и вкинулся. Мои соболезнования. Спасибо. Спасибо. Хорошо, рад услышать. Буду на связи. Давай. Все есть. Честливо. Да, ты что-нибудь. Подожди, смотри. Алло. Да, ты что-нибудь. Так, смотри. Он сейчас в Ратомке, да? Так. Там указатель на форум. Там, наверное, лучше в Заславлю его везти, да? Да, да, конечно. Значит, смотри. Давай заславлю команду. Сейчас сотрудники ГАИ его везут в Заславлю. Везут в Заславлю его под предлогом составления протокола за отсутствие права управления. За то, что прав нет. Ему ничего про сутки не озвучивают. Так. Привозят туда обязательно на входе, чтобы он сдал в ячейку свой телефон, как это для всех делается, чтобы стрима никакого не было ни видео, ни аудио. Так. И там сотрудники ГАИ составляют протокол по своей линии, и вы там же забираете, давай команду, кто его заберет, оттуда же на ИВС. Есть, хорошо, понял. Да, и на ИВС, когда повезете, естественно, он уже сам телефон из ячейки не забирает, а забираем его мы там. Ну, блин, так по... Протокол осмотра там же делайте. Ну, протокол... Ну, когда будем задержать протокол осмотрения, личного обыска и то, что у него там есть... Да, личного обыска делай, да, там... Протоколом изымается. Да, да, да. Ну, понятно, что он придет, там, блядь, его оформит, придет, скажет, здрасте, у вас не отбытый арест. Вы заезжайте на сутки. Он скажет, а где мои вещи личные? А где ваши вещи? В ячейке все прекрасно, идите забирайте, сейчас мы их опишем, осмотрим. Ну, все, таким образом мы делаем. Давай команду на Заславль, чтобы вот этот важный момент, чтобы он не остался, когда его привезут с телефоном. Чтобы не было никаких стримов и провокаций с его стороны. Он там дальше на жопу сядет, как обычно. Я понял, успокоен, хорошо. Ну, давай. Да, слушаю. Второе желаю, Дмитрий Александрович. Ты на месте сейчас будешь? Вот сейчас, да. Я тебе перезвоню, документы читаю. Да, есть. Там Роман Иванович тебе звонит. Что-что? Роман Иванович звонил тебе. Мне? Да. Сейчас, значит, наберу. Давай ему сразу набери. Там по Мозгону, кстати, можешь, прежде чем звонить, в порядке. Мозгон задаст вопрос тебе. А машину нельзя было арестовать в связи с тем, что он не уплачивает эти штрафы? И вообще, ты узнай, что этот, что по штрафам. Ну, имеется в виду, почему... Вот машина эта, его была на нем зарегистрирована? Или на жене? Я же сточню. Ой, видишь, ты не знаешь. А позвонил бы? А зато сейчас будешь звонить и будешь знать. Правильно? Ну, да. Короче, вопрос в чем? Подсказывайте. Значит, с этой машиной разобраться. Потому что, ну, чья она была, и с учетом того, что у нее такая неуплата штрафа, почему АПИ на нее тогда арест не накладывает. И вообще, что по его имуществу? Надо разобраться, ставь задачу этим. Ну, там сейчас как раз суд будет, по-моему, завтра, 11-го числа, и решение по имуществу будет приниматься. Вчера с Убовкин разговаривал. Ну, потому что получается, что, бред, у него имущество есть, он не платит. Ну, хорошо, лишили его прав. То есть такая тема. АПИ туда не могли зайти в адрес, потому что их туда не пускали. И завтра будет суд, чтобы, ну, принудительно изъять это имущество. Вот. И уточни машина, чья. Хорошо. И он еще задал вопрос, почему, ну, могли задержать машину или не могли? Ну, что передали этой бабе в рамках ведения административного процесса? Я уточню. Ну, как знаешь, бывает на штрафплощадку. Вот мы вам не отдадим, блядь. Ну, или как это? Вот как это? Нельзя. Если есть человек, который имеет право управления, даже если бы это была не жена, а иное лицо. Просто любой может отдавать. Да, да, любой. Ну, тут подвязывается другое, что у него неуплачено это. Так я говорю, так если ареста нет, то как они, блядь, задержат его? Ну, я так сказал, блядь, да. Ну, если нет ареста нет. Да-да-да, чтобы уже точно знать, этот, Васильич, прежде чем ему набирать. Чтобы ты выглядел очень подкованный юридически. Спасибо, сейчас вот эти пару моментов переуточни. Да, переуточни, а потом позвонишь ему, с ним переуточни, и потом наберешь методы. Хорошо понял я. Рассказываешь. Как ты отличился? Да, товарищ Поконник. Слышишь, по мозгу, ну, по этому, блядь, задроченному. Сколько у него там этих штрафов, блядь, неоплаченных? Не готов сказать, сейчас разберемся по его. Машину мы вчера могли изъять или нет? Не изъять, а наложить арест в счет погашения штрафов. Ну, если он ему и ей управлял, по сути, могли, если он на нем. Если он на жене, то тогда вопросов не его и мочит. Сергей, сколько времени наше подпитать? Пять минут, сейчас уточняю. Пять много. И САПИ-то уже созвонить, что они там, блядь, планируют. Завтра суд, насколько я знаю. А это по ограничению его? В чем-то там? Он же и так ограничен уже, блядь, насколько я понимаю, в праве управления транспортным средством. В чем еще? Ну, вот это когда, помните, мы его хотели ловить, его же там в суд вызывали. Там каким-то вопросом по ограничениям. Уточни прямо сейчас. Завтра какой-то суд. Сколько у него штрафов неоплаченных? И могли или нет, мы, кому машина принадлежит? Вот вчера наложить арест на это имущество. Сейчас уточню. В счет погашения штрафов. Только очень быстро, пожалуйста. Оперативно. Николай Васильевич Акурич, слушай вас. Солос Александрович? Да, слушай вас. А машина это чья принадлежит, которую вчера останавливали? Кому принадлежит? Принадлежит... Пассат это, да? Николай Васильевич. Я попросил, чтобы мне в видео сбросили из дозоров наши. Вот Витя вчера не попросил. Я сегодня утром просил, чтобы посмотрели, а кому принадлежит машина, не знаю. По-моему, жене. Надо уточниться мне информацией, Михаил Александрович. Два момента. Кому принадлежит и могли ли мы вчера наложить арест на эту машину, с учетом того, что у него есть неоплаченных штрафов много, и то, что мы его привлекали к ответственности в счет погашения штрафов. Я понял, сейчас точню быстрее. Чего мы ее не забрали, не поставили на штрафстоянку. Ребенок, жена в машине, ребенок. Я понял, сейчас точню быстрее, кому принадлежит. Да. Дальше полковник, значит, машина принадлежит третьему лицу, дедушке какому-то. Какому? Карецкому какому-то. Ну, это мой начальник ГАИ уже докладывал Акулич, Акулич, так понимаю, вам уже доложил. Нет, еще не доложил. Карецкий Алексей Петрович, 28-го года рождения. Да. Ситуация в чем вчера, почему мы не могли... Это вообще-то не родственник, ничего? Не готов сказать, доложить, ну, просто по машине. Дальше. Значит, в АПИ Минского района имеется 5 производств дел, на сумму около 3 тысяч. Завтра в судебном заседании будет рассматриваться вопрос... Подожди, 5 производств? На сумму около 3 тысяч рублей. Там взносы ФФЗН, 2 штрафа и какие-то издержки. А это что за штрафы, не помню, не знаешь? Штрафы по тысячу с чем-то, это за эти, несанкционированные мероприятия. По 23.34. Да, дальше. И какие-то там издержки, там 40 рублей, что-то там. Дальше. Значит, и завтра... Что за суд завтра? Завтра будет суд по принудительному вскрытию его помещений. И забранию имущества. То есть на его имущество наложили арест, а он это имущество для реализации не дает. Поэтому это будет все делаться в принудительном порядке. А на машину арест не наложен. На машину арест не наложен. Поэтому мы вчера ее не могли наложить на нее арест. Ну и там ситуация такая, в машине был ребенок в той, который начал плакать. А сколько ребенку лет? Блин, по ребенку, ну небольшое, там до 7 лет, наверное, до 6. Судя по видео, которое я видел там в последний раз, то маленький. 7-6 лет? Да. И он там начал реветь, этот ребенок. И, собственно говоря, жена эту машину взяла для того, чтобы доставить. Мне пока то, что реветь, не реветь, это вопрос следующий. Чисто процессуально мы могли это сделать? Процессуально нет. Нет. Потому что машина принадлежит... Завтра будет суд, ты тогда меня в курсе держи, хорошо? А что такое 409-я статья, кто знает? Обреждение имущества, которого он уже наложил. Ну, да, по имуществу. А кто эту статью... Собирает? Да. Собирает участковый... Собирает... Ну, да, уже собирает материал для возбуждения участковый. А готовит судебные исполнители. Представление выносит там о том, что вот это все... Так, а что-то завтра будет, блядь, по этой 409-й статье, что ли? Это будет судебное заседание, по которому суд разрешит судебным исполнителям принудительно вскрыть его помещение, ему имущество. А 409 к завтрашнему суду каким образом, статья? Ну, это по неисполнению решения суда. Я про 409, ну, как бы не в курсе. А кем возбуждается? Возбуждается Следственным комитетом. Материал забираем мы, и Следственный комитет возбуждает. Мы собираем, и Следствие возбуждает. Да. А есть уже возбуждена статья, это 409-я или нет? Да, нет, наверное. Нет? Нет, я думаю, я бы знал по нему, блядь, точно бы, если бы мы собирали материалы по нему. Ладно, что там завтра суд решит, держи меня в курсе. Я сейчас судом свяжусь и поговорю, что делаю. И там завтра, естественно, после решения суда будут к нам обращаться, я уверен, чтобы оказали мы помощь. Звоните сразу мне, чтобы я это согласовал. Я все понял. И хотел бы по нему спросить. Он принципиально не одевает маску. Где? Чтобы вывести. Ну, когда на вывод, на досмотр камер. И вчера он, когда доставлялся, принципиально сказал, я не буду одевать маску. Ну, что вы можете сделать? Ничего. Ну, ничего. Ну, просто чтобы в курсе были, чтобы мало ли там где УСБ посмотрит или... Как себя ведет въебок этот? Не, он спокойно себя ведет. Сказал, что есть не буду тоже у вас. Ни голодовку не объявляю, ничего. Просто хочу для себя сам проверить, сколько я выдержу без еды. Еду мы ему предлагаем, но есть чем-то. А кто-нибудь к нему приезжал уже с передачками? Нет. Вчера только дозвонила жена в ВВС. Спросила, можно ли перевести передачу. Дал команду только необходимое это щетку, мыло. Все остальное в дни передачи. А когда они передачатся? Ну, пятница и четверг. Пятница, четверг. Ясно, то что не жрет хуёво, там, смотрите, чтобы, блядь, не похуёвило ему. Ну, блядь, ну мы еду-то ему ставим, блядь, а уже есть, это его право, блядь, есть. Если бы он нам заявил голодовку, блядь, о том, что я не буду есть принципиально, написал беззаметно, тогда это другое же у вас ситуация. А сейчас же он нам ничего не заявляет. Мы просто поставим, сказал, что я не буду кушать. Ладно, все хорошо, пап, спасибо. Все понял. Васильевич, а у вас занято было, доложить можно? Да, да. Значит, 5925 МР5, сам Пасад 13-го года этот, зарегистрировано дедушку 28-го года рождения, фамилия... Может, я поднимусь? Это вообще третье лицо? У меня для людей здесь много смысла нет. Да. Корецкий. Да ладно, бог с ним, это третье лицо, да? Третье лицо. Именно поэтому мы не могли... Расплакалась девочка на вид 6-8 лет. Не-не-не, расплакалась, это понятно. А согласно муку с законом, профессуально мы могли вчера... Для испечения, как менты, если поступали, что нам не было команды топорно делать, мы могли наложить ограничение ареста. Мы могли. Нам норма закона позволяла это сделать. Могли? Могли. Потому что управлял транспортным средством, да? Да, 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 могли. Но ребенок плакал, реально плакал на дозорах, это все Кузьменко видит, сейчас передаст нам эти записи, жена, ну, поэтому поступили. Ну, в чашу была команда мягко, без жесткости этой. Это чья команда была? Ну, как-то сидели, разговаривали, когда втроем мы были там в кабинете, что мягко, без всяких топорностей. А, в этом смысле. Так, хорошо, но... Но так, как менты поступать, могли бы. Но технически мы могли это, да, сделать? Могли. Но из-за ребенка мы, ну, даже в самому злодию такому не практикуем, если возможность отдать жене с ребенком машину, конечно, с ней напрягается ситуация. Хорошо, спасибо. Ну, есть, спасибо. Вот говорил, что много говорить не буду, но все же скажу. Из этих сливов можно сделать вывод, что, во-первых, блогером можешь ты не быть, но соблюдать правила дорожного движения обязан. И если нет права на управление автомобилем, то и управлять им нельзя. Маски в условиях ковида все же стоит носить. Также, что удивительно, вполне человечно выглядят те сотрудники, которых остановило присутствие ребенка и машину не изъяли. Да, она на третье лицо оформлена, но в целом-то могли и изъять для разбирательств. Про лексикон уполномоченных органов говорить будет лишним. Но вот про умение работать с вещдоками, думаю, было познавательно. А вот что было дальше с Владимиром Цыгановичем, как его кошмарили и издевались над ним в ИВС. Вот это все слушайте и смотрите в ближайшее время на канале Киберпартизан. Ссылка будет в описании. Ну, а на сегодня все. Пока. Субтитры подогнал «Симон»